В здании епархиального управления Симбирской епархии состоялось подписание договора о безвозмездной передаче объекта культурного наследия. Это бывший дом Причта Всехсвятского храма Симбирска, разрушенного в 1930-е годы. Свои подписи под документом поставили митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин и генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения Александр Войт. Сейчас оно не используется по своему прямому назначению. И концерн радиоэлектронной технологии, и Рост технологии принял решение передать безвозмездно в епархию это здание для дальнейшего использования по своему историческому назначению. Митрополит Лонгин сообщил, что в переданном епархии здании будет проведено техническое обследование. Только после этого будет решен вопрос о его дальнейшем использовании. Можно посмотреть, если это получится, переоборудовать в храм. То есть восстановить этот храм. В данном случае он будет меньших размеров, но в этом здании у меня есть опыт. Мы так делали в моей предыдущей епархии и делали не один раз. Это достаточно удачный опыт. А второй, если по каким-то причинам это будет сложно или невозможно, второй вариант использования – это использование под епархиальный музей. Митрополит Лонгин удостоил Александра Войта архиерейской грамоты за возвращение дома Причта Всехсвятского храма Симбирской епархии Русской Православной Церкви. Переданный епархией объект культурного значения, бывший дом Причта находится по адресу улица Крымова, дом 67А. В 19-м начале 20-го веков рядом с ним возвышался Всехсвятский храм с прилегавшим к нему кладбищем. В 1874 году Всехсвятское кладбище было упразднено, а храм стал приходским. В годы советской власти церковь была закрыта и в 1930-е годы уничтожена. Все, что осталось от разрушенного храма – это двухэтажное здание дома Причта, где размещалась церковно-приходская школа и службы прихода. В советский период времени в здании располагался музей трудовой славы Ульяновского приборостроительного завода. С середины 90-х годов здание пустует и разрушается. Теперь здание будет восстановлено.